Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. В очередной раз, листая испанских кулинарных журналов, наткнулся на очень интересный рецепт сладкой начинки для пирогов. Очень простой. Хочу сегодня попробовать. Так как рецепт очень быстрый, заморачиваться с приготовлением теста не буду. Купил готовое слоеное. Вся начинка состоит из свинников, разных орехов. Я взял фисташки, грецкие, лесные, небольшого количества сиропа агавы, можно сахаром заменить, сливочного масла, корицы и пралине. У меня из миндаля. Ну, вы знаете, пралине – это орехи в карамели, которые после остывания перемалывают такой порошочек в труху и используют в кондитерке по мере необходимости. Тесто можно использовать любое. Хотите слоеное, берите дрожжевое, бездрожжевое, без разницы. Хотите тесто фило – саму с начинкой, она примитивна. Все орехи сюда и масло – кусок. А теперь немного пожужжать. Не обязательно использовать вот такой измельчитель, можно просто орехи ножом порубить и все. Теперь корицу. финики не очень мелко. И пралине. Да, и сироп. И знаете что? Хочу натереть еще цедры лайма и сока лайма тоже добавлю. Мне кажется, лишним к вот этим сладким орехам точно не будет. Ну, собственно, все. Начинка готова. Остается собрать изделие. И чтобы посимпатичнее было, нужно поверхность теста смазать яйцом. До встречи. Субтитры 그럴 разница. А выпекаться это дело будет при температуре 190-200 градусов. Начинка и без тепловой обработки уже готова, ее можно есть. Так что ориентируемся по готовности исключительно на внешний вид выпечки. Зарумянилась, значит готова. Продолжение следует... Так, ну и сейчас вам расскажу все, что касается вкусового сочетания. Вот сразу скажу, я однозначно угадал с лаймом. Это очень классно. Аромат цедры лайма и самого лайма очень хорошо. Да, вкусная начинка. Можно ли еще не добавить? Можно ли еще не добавить? Не знаю. На мой взгляд, все вот прям в меру. Немножко больше сока лайма может быть, чтобы кислинка ярче была, потому что здесь такой орехово-сладкий вкус с очень легкой-легкой лаймовой кислинкой. Мне бы, наверное, хотелось ее побольше добавить. Но, в принципе, это очень здорово. И фисташки обязательны. Они же соленые. Если не будет соленых орехов в начинке, будет, ну, просто приторно-сладкий вкус. Фисташки и лайм вот так вот здесь. Слушайте, так что, можно смело готовить. И, может быть, можно делать такие штучки не вот большими порциями небольшой пирог, а маленькие сворачивать, если использовать, допустим, тесто филон. Порационные, чтобы были, тоже будет классно. И можно фантазировать что-то там с оформлением этих самых изделий пирожных булочек. Но обязательно надо делать закрытыми. Потому что, если открытый делать, боюсь, что он подсохнет. Хоть масло есть в составе, но может, наверное, такая суховатая стать начинка. Поэтому закрытые какие-то булочки, закрытые пирожки, может быть, эти самые улитки сделать. Будет классно. Короче, готовьте и наслаждайтесь. И напоминаю, промокод FRESCO позволит вам сэкономить на ножах Самура. Спасибо за компанию. Всем пока. Не терпится уже. Классно. Классно.